Здравствуйте, дорогие телезрители! 15 мая Русская Православная Церковь отмечает День Памяти святых благоверных князей Бориса и Глеба. Вот в 2015 году по всему русскому миру, в разных городах, в разных странах торжественно было отмечено тысячелетие представления святого благоверного великого князя Владимира, крестителя Руси. Действительно, заслуги благоверного князя чрезвычайно велики. Можно смело утверждать, что он изменил ход истории сразу нескольких славянских народов, приобщив их к христианской цивилизации. Великий князь Владимир дал начало целой династии христианских государей Руси. Это династия Рюриковичей по имени общего предка и князя Владимира, и его потомков, варяжского князя Рюрика. И эта династия, православная христианская династия, правила до конца 16 века. Династия Рюриковичей имела своих выдающихся представителей, имела своих святых, но первыми святыми в русском мире были уже никто иной, как двое непосредственных сыновей святого князя Владимира. Это, как говорят многочисленные источники, его любимые сыновья – князья и страстотерпцы Борис и Глеб. К сожалению, наверное, в суете празднования юбилея тысячелетнего князя Владимиру мы почти не вспоминали о подвиге этих двух молодых сыновей, которые погибли совсем еще в юном возрасте. А ведь в 2015 году исполнялось как раз тысяча лет со дня их страстотерпческой кончины, их страстотерпческого подвига. Князь Владимир умер 28 июля по новому стилю. И не прошло и месяца, как его сыновья Борис и Глеб были убиты. Борис был убит в августе, а Глеб в начале сентября. Убиты беззаконно, убиты преступно, убиты в борьбе за власть. Сегодня, конечно же, по прошествии веков мы не так хорошо представляем духовную и историческую ситуацию, в которой Борис и Глеб явили свой подвиг страстотерпцев и мучеников. Но зато мы сегодня можем утверждать, совершенно ясно, оправданно утверждать, что эта смерть Бориса и Глеба произвела колоссальное впечатление на современников, на жителей Киевской Руси от начала 11-го столетия. Почему мы можем это утверждать? Ну, дело в том, что от первых времен истории христианской Руси до нас дошло очень мало документов. Чрезвычайно мало. Это так называемый домонгольский период, он скуден на исторические источники. И вот тем удивительней, что о жизни и подвиге Бориса и Глеба дошло сразу несколько источников. Прежде всего, это самая древняя русская летопись, так называемая «Повесть временных лет». Это и отдельные произведения «Жития Бориса и Глеба», которые написаны были одно преподобным Нестором, другое – неким монахом Иаковом, который в науке исторически часто называется «Яков Черноризец». Это самостоятельные произведения. Дошла первая церковная служба, а это вообще первая служба церковная, написанная на Руси в начале XI века. Ее автор некий архиепископ Иоанн. И, знаете, удивительно, дошла даже небольшая совсем каменная иконка святого Глеба, которая датируется археологами XI веком. Вот эта иконка на территории нынешнего Краснодарского края была обнаружена недалеко от этой древней тму таракани. Удивительно, что ни князь Владимир, ни его бабка, мудрейшая из всех женщин, как ее летопись называет, княгиня Ольга, а именно Борис и Глеб первыми были торжественно причислены к лику святых в Киевской Руси. И их мощи были обретены и торжественно положены в храм уже в скорости после их кончины. Где-то через несколько лет. В чем же причина такого внимания современников и такого широкого почитания подвигов Бориса и Глеба? Мы помним, что князь Владимир до своего обращения в христианскую веру вел достаточно распутную жизнь. У него было много детей. Борис и Глеб были сыновьями от законной византийской принцессы Анны, с которой Владимир вступил в брак после своего крещения. Но вот, скажем, знаменитый князь Ярослав Мудрый, преемник князя Владимира по Киеву, родился от полицкой княжны Рогнеды. А был еще один такой очень странный сын потомок князя Владимира, звали его Святополк. Он появился на свет от пленной монахини, гречанки. Некоторые источники, до нас не дошедшие, называют ее даже имя Юлия. Борис получил в правление удельный город Ростов. Глеб, Муром. Это достаточно дальние города. Вот представьте себе, от Киева нужно долго ехать к Москве, а потом, чтобы попасть в Ростов, нужно еще от Москвы проехать более сотни километров. А чтобы добраться до Мурома, нужно еще за Ростов ехать, взять значительно южнее, и тогда доберешься до Мурома. Это дальние города. И вот смерть отца, князя Владимира, застала Бориса в военном походе. А Глеб находился у себя на княжении. Представьте себе, любимый князь, любимый князем Владимиром, любимым отцом, любимый отцом, сын Борис, вместе с ним военная дружина, боеспособные, лучшие люди. Они находятся не так далеко от Киева, на реке Альте. Они еще не вступили в военные действия. Они способны завоевать все, что угодно, вступить в любую схватку, в любой бой. И Борис со своей дружиной узнает, что власть в Киеве занял Святополк. Войны предлагают немедленно идти на Киев, прогнать Святополка и установить свою власть. А Борис отказывается это делать. Он отказывается в принципе участвовать в междоусобной борьбе. Он отказывается поднять руку на своего брата, причем не родного, а единокровного. И дружинники его бросают. Борис оказывается один, в одиночестве. И оказывается он в одиночестве перед своим убийцей. Святополк посылает убийц для того, чтобы расправиться с Борисом. Убийцы подходят, летописи жития древние замечательно описывают эту историю. Подходят и слышат, как юный Борис, прекрасный воин, оставленный дружинниками своими, молится, читает псалтырь в походном шатре. И ждут они, дожидаются, когда Борис окончит молитву, когда он ляжет спать. Наконец, это происходит, тогда открывают шатер и убивают князя Бориса. Вот есть замечательные слова в ветхозаветной книге пророка Исаии. Это пророческие слова, как овча веден был истин заколения и как агнец прямо стригущий его безгласен, так он не отверзает у своих. О Христе Спасителе сказаны эти слова, о его смиренном отношении к надвигающейся расправе, о том, что добровольно Христос принял вот это свое жертвенное послушание, вступил на этот Голговский путь. Те же слова можно отнести к Борису, да и к Глебу. Да, и Бориса, и Глеба, которого убили через месяц после Бориса, с ними расправились, не понуждая их отречься от христианской веры, явить свою верность Христу. Поэтому они не мученики христианские, они страстотерпцы. Но почему же их подвиг имел колоссальное значение для Древней Руси? Да и сегодня он имеет неприходящее значение. Почему такое впечатление он произвел на современников? Ну, представьте себе, на протяжении столетий князья славянских племен, язычники жили по принятым обычаям, по принятым правилам. В чем они заключались? Вот завоевать, захватить, иногда законно взять, иногда незаконно захватить власть, награбить, пожить в свое удовольствие, в сласть пожить, как говорили древние, насладиться всеми земными благами и уйти из этого мира, оставив в потомках память о своих воинских подвигах. Вот так жили столетиями. А жили люди в те времена недолго, в 40 лет человек уже считался стариком, поэтому нужно было побыстрее взять от жизни все, говоря словами современной рекламы. И вот мы видим, что этот порядок вдруг нарушается. И не просто он ставится под сомнение, а он самым решительным образом не спровергается, этот порядок, благодаря страстотерпческому подвигу молодых и полных сил, физических сил князей Бориса и Глеба. Им было чуть больше 20. В их жилах текла кровь византийских василевцев, русских князей. Они были любимы народом, они были любимы дружиной, они имели все возможности для того, чтобы поступить, как их многочисленные предки, завоевать власть и потом наслаждаться этой властью, и вдруг они отказываются от власти, отказываются проливать кровь своих братьев, проводят время в молитвах и ожидают смиренно этой беззаконной расправы, как овча веден был на заклане, как агнец прямо стригущего его безгласен. свидетельствовали молодые, талантливые, мужественные князья перед своими подданными, перед всем миром, перед историей свидетельствовали о том, что христианская Русь получила представление о том, что иные ценности существуют, и эти иные ценности увлекли душу и сердца человека ни во что они вменяют эту земную жизнь с ее благами, с ее наслаждениями. Все мысли их теперь в царстве будущего века, они желают жить со Христом и понимают, что жить со Христом лучше, чем царствовать здесь на земле. И, конечно, это удивительный подвиг, который свидетельствует, как укоренились христианские ценности. Этот народ еще недавно не был крещеным, еще недавно жил по языческим обычаям, жил по путям своих страстей, и вдруг все это изменилось. Появились люди, люди, лучшие люди Руси, которые и жизнью, и смертью своей утверждают христианские ценности. Конечно, как не вспомнить в этот день памяти Бориса Глеба и о том, что история христианской Руси и окончилась очень похожим подвигом страстотерпцев, явленным семьей последнего императора, государя Николая Второго, его детьми, его благочестивой супругой, какое мужественное смирение перед волей Божией, готовность пострадать было явлено в последние месяцы, когда они томились в плену и, наконец, в эту последнюю ночь расстрела. Борис и Глеб остались в истории русского мира удивительным примером, который много раз удерживал людей от пролития крови в междоусобных схватках, междоусобных браний князей и бояр и царей. Огромное количество храмов, монастырей построено в честь и память святых Бориса и Глеба. Даже несколько городов в разных областях русского мира носят их имена. Город Борисоглебск. Они помощники защиты свободы и независимости русского мира. Я желаю, чтобы Борис и Глеб хранили в мире наши семьи и наших людей. Редактор субтитров